А вы помните, что наши все средопередачи воздушные и вакуумные, вообще радиоканалы, от подслушивания вообще никаким образом не защищены? То есть телефонные данные есть? Да, где угодно можно подключиться и посмотреть. Я в любом месте вот здесь вот ставлю антенну, ставлю мобильную монитофону и слушаю. Работники ДЮБ... Вопрос, а никак нельзя шифровать? Вот, что я слышал? За шифровом и единственно с нулями. Могу я это расшифровать? Нет. В общем случае, потому что... А если вы... В общем случае не может, а если работники... Они делают это гораздо проще. Они ставят жучок на телефон. Зачем? Усложняйся. Они приходят на одну из... Они приходят к оператору и говорят нам нужно... А? Они приходят к оператору, конечно. Значит, информация, которую я сюда подал голосом, переводится в цифровую форму и специальным образом шифруется, естественно. Подробности шифрования в разных сетях разные. Мы трогать пока не будем. Но... Если... Знаете определенные комбинации, сообщенные оператором, включить шифрование, то, в принципе, такой вот на хороших мобильчик может запросто прослушивать свет. Причем все? Как в общем-то да. Ну, просто он же услышит маску, а у нас как разделить его. А у нас каждый пакет имеет свой индивидуальный признак. Иначе мы не знаем на какой конкретный телефон переправлять голову. То есть нам... Ну говоря, каждый пакет содержит номер абонента, которому это должно быть отправлено. От которого идешь. От которого идешь? Чтобы было понятно, куда я вернусь. Ответ. Прелесть еще одна есть. Смотрите, вот мы нависовали этот канал связи. Проблема заключается в том, что разные пакеты одного и того же голоса могут доставляться разными путями. Почему? Простейший вариант. Я разговариваю заходовку. Я перешел с одной сотой в другую. Здесь у меня был лилейный способ связи, здесь провода не пошел. У меня уже изменился путь доставки. Изменение пути доставки. С чего мы приведем? Ну, может часть пакета у нас не успеть дойти, допустим. Пойдет туда, а вы... У нас расположится время доставки пакета. Ну, изменится. Изменится. Я уже не говорю о том, что здесь он отрабатывается, расшифровывается, перешифровывается, сжимается перед отправкой и так далее и тому подобное. Мы получим, что тот голос, который я отправил в виде пакета. Один, два, три. Моему, к Владивостокскому собеседнику придет в виде... Два, один. Один, два. Так вышло. Так вышло. Что он услышал? То есть третий пакет вопрос душевого разогастрения. Пока. Привет, как дела? Пока. То есть, если вы сказали слово, фразу из трех слов, то сначала он услышит третье слово. Ну, это в лучшем случае. Так еще можно догадаться. А так ведь перемешаются звуки внутри одной боковой. Будет полный караул. То есть, вместо... Не, ну, извините. Такой караул у тебя... В лучшем случае, да? Такой караул выникает только в случае прихода. Ну, на самом деле, все цепочки не самые простые. Даже когда я звонил отсюда, скажем, вот на Вашмана, мы уже обернемся через станцию сотворительных, через оператора, который вам считает денежку. Прокрутить через себя пакеты. Если я выйду за стеной, могу оказаться в другой соте. Ну, они же, вроде бы, там... Между собой связываются. Ну, только через... Телефоны между собой напрямую не связываются? Не, ну, не телефоны. Я имею в виду станции сотворительных связей между собой. Базовые станции и операторы? Операторы. И базовые... Операторы между собой связываются как угодно? Это вообще тело? Нет. Именно станции и операторы. Станции разных операторов между собой связываются? Они все равно поднимут пакеты через некий узел, видимый как минимум, и оценивают. А что можно придумать в этой ситуации? Ну, проверять порядок какой-нибудь, делать это на такой секунду, делать это на такой секунду. Мы делаем какой-то куфер-прием, убиваем его пакетами и смотрим, в каком они у нас, собственно, порядке. И быстренько переупорядочивая, перед тем как произвести преобразование цифр в голос. Вот это вот получается у нас что при разговоре? Задержка. Задержка в голос, то есть человек какое-то слово произнес, там молчанием буфер разделился, думал сколько-то надеялся, переупорядочивая, сказал. Но они всегда же не перемешиваются? Не всегда, а бывает, что они со скоростью достаточно, что-то происходило на лету, тогда мы слышим замечательную чистую речь. Если у нас далеко трудно и долго не пойми как, то речь у нас передается задержками, спалмами. Иногда просто не получается. Знаете, наверное, как сказать и бывает, разевает шухород, да не слышим, что поет. Первый вызывается, не в так. Еще раз, где у нас просятся задержки? Везде. Хорошо, по шагам, поехали. Здесь? Вот телефон, первая задержка. Передначена, наверное, с там, примерно. Оцифровка и шифрование. Первый этап. Дальше. Радиоволну, ну, в пределах до базовой станции мы считаем бесконечно быстро. В пределах, там, одного километра, не смешно считать еще. Дальше. Передаем. Расходилы. Прогоняем через систему билента. Котируем снова. Направляем. Здесь задержка уже может быть вполне серьезной. Если ты делаешь стационар с высотой такой? 36 тысяч. Какая будет задержка здесь уже? Одна секунда. Ну, две секунды тогда. Скорость света какая? Ну, там вообще маленькая. Он меньше. Ну, 30 тысяч километров в секунду. Ну, а здесь 36 тысяч. Ну, это ничем не видно. Это одна десятая секунда почти. Почти одна десятая секунда. Две десятых. Две десятых. Две десятых секунды – это произнесение короткого слова. На самом деле, если вы засечете время, попробуйте слово растянуть на, скажем, секунду. Это да, это долго. Это долго. Вот. Такой хвостянутый будет. Все. Если бы на секунду растягивать. То есть, две десятки – это уже прилично. Здесь опять же. Здесь мы можем переходить и переизлучать тоже задержку. Как дальше и тому подобное. Но. Вернемся к нашему барабану. У нас есть другую очередь, которая вас слушает. А зачем они вас слушают? Ну, классика вы. Вы работаете в серьезной какой-нибудь компании. В общем серьезной. Нам нужно вести какие-то бизнес-переговоры. Стоимость послать вот эту машинку, цена вопросов, узнать о чем вы говорите, вполне купится тем, что они их выцепят из ваших разговоров. Ну, у них тогда должны быть ключи для расшифровки. Ну, вот цена вопросов их устраивает. Что можно придумать? Ну, говорить на специальном языке, на специальном языке, который не знают… Ну, язык будет помогать оператору? Ну, говорить на известном языке – хорошая идея. Американцы ее реализовали во время Второй мировой. Знаете, да? Какой язык они использовали? Язык индийцев навалов. Все племя была полностью мобилизована барка, поголовная. Естественно, негодные к стрелой службы выставили специально охраняемый флагер. А мужчины пошли просто радистами. Они разговаривали между собой на языке индийцев навалов. Японцы – это язык, они знали в принципе. Они перехватывали все, но не понимали ничего. Более того, с каждым радистом навалов ходил специальный солдат, на свой пехотинец или просто пехотинец, который был, обязан не допустить попадания радистов в плен. То есть просто-напросто его убили. Примерно тем же самым пользовались и советские войска. На каком искать? Да любой, два якута. Берем двух якут, сажаем их на рацию. Ну ищите немцев переводчик с якутского. Если найдут. А попробуйте вы еще разобраться, сколько этих радистов. Это могут быть казаки, киргизы, это могут быть кто угодно. Ну кто знает какой якут? Да, да. Ты еще поймешь, это якутский. Американцы использовали закрытый ключ полностью. Носители языка не имелось у японских принципов. А советские войска использовали такой распределенный принцип. Шифровка сигнала. Или какая-то шифровая линия, чрезвыгивающая айфон. Ввести дополнительное шифрование сигнала. Право, что какие нарушили. Какие есть на плюсы, какие минусы? Ну, это опять не придет дольше, но могут не шифровать. Скорость. То есть, как можно здесь иметь достаточно мощный процессор в телефоне, чтобы помимо же... Ну, они тонкие такие бывают. Здесь же шифровки. Специальные. Ну, это немножко другой вариант. Я чуть позже скажу. Это накладной шифровой три голоса. Это немножко хитрее. Мы можем с помощью сферного процессора общаться, например, через скайп. А скайп уже куда-то? У скайпа свое шифрование. Мы получаем шифрование на шифрование. Да. То есть, двойное шифрование. Да. Во-первых, лукодируем сигнал GSM, который несет нашу информацию. Во-вторых, лукодируем информацию уже в цифровом виде в формате скайпа. То есть, шифр на шифр. Вот почему на этом телефоне, например, нет фронтальной камеры под скайп? Потому что у него одноядерный процессор на 700 кГц. По скайпу не у вас скайп. Ну, в общем-то, он не справится с кодированием картинки. Чисто технически. Какой-нибудь приличный телефон под ядерным процессором уже справится. Простой. Второй вариант. Как можно передать информацию, ну, даже положим, не голосовой? Файлик текстовый. Ну, да, но можно воспользоваться той же самой электронной почтой, которая связывается с сигаром в формате SSL. Если вы делаете через деп-интерфейс, вы видите, как... О, письмо пришло. А что-то по S. Это зашифрованное, это значит, чтобы работать в почте? Ага. Ну, когда прямо в почте, зашлешь гуглскую, например, да? Там с вас такой зеленый замочек и... Это значит, что канал между вами не серый, что он зашифрован. То есть, это опасно. Ну, поможет ли это сильно нам? Если кто-то реально хочет нас ошифровать, то более откровенная почта могут быть насколько важны данные... Ага. 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 Это не обязательно какая-то микросхема Сузик или Антон. Это может быть программа. Ага. Вшитый телефон даже. Система, которая дали... Да, вот непосредственно в код вот такого GSM аппарата можно вшить что-то, что будет то, что я говорил, дополнительно транслировать куда-то еще. Почему нет? А как она будет транслировать, если, допустим, без интернета? Ну, без интернета, как только я присоединюсь к интернет, она там пишет мои переговоры во встроенной памяти. Что в зашифрованном виде? Да, даже не обязательно, я же не знаю, потому что она на этом есть. Ну, мало ли, вы смотрите, вообще-то памяти много. Ну, я замечу, что у меня там что-то подклакивает, подглючит. А я же, кроме процесса, закрыт, а вот там. Да. А если у меня достаточно мощный телефон, какие-то замечу? Ну, я тут не знаю, нет, что ли. Поэтому нужен не мощный телефон, да? Нет. Поэтому нужно его контролировать, не забывать. Если вы серьезно озабочены безопасностью, если вы забыли телефон, потом его нашли, это совершенно не факт. Да, даже не так. Может быть там... Что-нибудь скачали, установили. Да, просто вирус такой, банальный, очень простенький. Там программа вроде бы самая хорошая, а на самом деле на деле все будет платно. Нужно будет вычитывать. Да, если звоните. Ну, если он два раза больше станет ровно. Ну, если он два раза больше. Вы часто смотрите свои распечатки и расценки звонков? Об этом речь. Мы можем работать по нашу пробованному протоколу. А если там уже ключ есть какой-то определенный, если шифровать? Ну, не хотели бы сейчас разбираться именно с СССР, но на самом деле путем лбовой атаки его расшифровать почти невозможно. По крайней мере, это займет гораздо больше времени, чем вы работаете, собственно, с этим сеансом. Ну, записали весь сеанс, после этого расшифровывают. Ну, это через 5 лет узнаем, чем мы там занимаемся. А вот даже какой из факторов? Ну, это для чего? Актуальность. Актуальность. Ну, это зависит от того, что за информация. Эти там рассказывали. Какой-то наркотики принимаются, кто? То с разгранности уже истел. Или о каком-то... Каком-то наркотике. Ну, на самом деле там достаточно серьезное время, необходимое на такой уголовной взлом. В общем, взлом вот таких вот систем защиты возможен реальный взлом. Только при чем на местоверном употребнике. То есть, когда вы хотите обратиться. Скажем... Как он там... Не помню. Мы его тут, по-моему, вот так вот. Да. Здесь протокол вы хотите получить. А все следует наслаждаться с шифровым соединением. А у вас на руке не провайдер. Кто-то сидит. Представляет. Мы его гулком. Устанавливает с вами совершенно защищенное соединение. У вас все хорошо. От вашего имени устанавливает здесь защищенное соединение. У вас все хорошо. И все отчитывается. Но он вас считает. Но он вас считает. А от этого можно как-нибудь защититься? Если это сделано на уровне оператора сотовой связи или проводной связи интернет, как минимум очень сложно. Поменять. А это хотя бы обнаружить можно? В принципе, можно. Обнаружить, в принципе, можно. Потому что сертификат, например, гугловского сервера, выдан определенным центром сертификации, и он внутренне проверяем. Это фактически электронная цифровая порта, с которой мы обсуждали. Если мы вдруг видим, что мы обратились на мою гулку комп, у нас вызов, что сертификат не соответствует имени узла, который с нами пытается установить соединение, мы можем предположить, что мы установим соединение не с ним. Тут надо понимать. Было как-то 2-3 дня, когда у всех вовсе дымом стояли, что они что-то там забыли обновить какие-то сертификаты. Был большой скандал. Но это был один раз, и это был скандал. А всякие, например, мелкие конторы, которые используют сертификаты для отправления доступом своих сотрудников, для полутора десятков работающих удаленно на них, запуск посрочные сертификаты используют, все что угодно. Ну хорошо, если это моя гулку комп, нам понятно, если какая-то мелкая реальная контроль, то тоже понятно, ничего страшного. А что, если мы пытаемся зайти в магазин? О, это кошмар, вот здесь. И там мои данные для того, чтобы… И мы видим сообщение о том, что, извините, ребят, сертификаты соответствуют имени узла или просрочно. А чёрт это может говорить. У нас все вкладывают и пытаются забрать наши деньги. Запросто кто-то может хотеть забрать ваши деньги. Примерно, этот код карточки – это всё. Номер карточки, код карточки вы засветили, на следующий день вы узнаёте, что у вас 50 тысяч на карточке. И не подумайте, что рублей или гривен, а доллар. Ну, можно через 10 минут это вы узнаете, если тебя снимать. Ну, как правило, через 10 минут это не делают, по той простой причине, что это, понятное, где точка утечки. Кто украл? Понятно. Ну да, если узнаешь, что украл, то хозяин лучше торопяк прибегает в банк. А если это сделать где-то на интервале двух-трёх недель, поди сообрази, по какой точке у тебя строгает этот самый конь-код. Где уже… Нет, на самом деле банк возвращает, если там… в определенном случае бы не возвращает. Но вы должны суметь доказать, что это произошло вот здесь и здесь, и не по вашей линии. Поэтому, если это происходит мгновенно, это заложники неудобные и могут вычислить. Если это произошло через неделю-две, поди пойми, где в этой карточке ещё раз почту, с какой банкомат совали, где это могло быть считано.